Сегодня 11 февраля 2019 года. Мой роскошный гипиастер, он танцующая королева, по-прежнему цветет. Но случилась неприятность. Откуда ни возьмись, налетели мошки. Я вот думала, в чем причина. Я всегда была противником всякой химии, всяких минеральных удобрений. Кстати, буду кардинально пересматривать вот эту свою точку зрения. А была я сторонником всего натурального. Как бы чем-то вот таким вот домашненьким побаловать растение. И я сделала вот такую настойку из банановой кожуры. Я даже полила гипиастерум этой настойкой. Она три дня настаивалась, потом полила, потом решила еще через пять дней полить. И забыла про нее, поставила за кресло. И вот я думаю, не связаны ли вот эти мошки. Вот они там. Не знаю, какие-то не видны. Но пара-тройка там уже летает. А вчера их было гораздо больше. Не связаны ли они с вот этой настойкой. То есть, может быть, она и есть источником вот этих вот мошек. И я думаю, я же и грунт полила. То есть, все это теперь бродит или гниет, или что там происходит в земле. То есть, вот эти процессы, они все должны быть привязаны к определенной температуре. У меня в доме 19 градусов. Это очень важно. Я сейчас прихожу к выводу, что при каждой температуре своя жизнь. Свой пласт жизни. При одной температуре живут, цветут и благоденствуют одни растения, при другой другие. Вот 19-20 градусов невероятно подходит к гипиаструму. Ему нравится. Но при этой температуре не образуется йогурт. То есть, йогурт после 21 градуса образуется. Я не могу приготовить естественным образом, просто поставить на стол, чтобы у меня что-то превратилось в йогурт. То есть, процессы при 19-20 градусах идут другие. То есть, какие-то вот, как это вот объяснить, 25 градусов одни процессы идут, 27, другие, 23 градуса третьи, 24. То есть, это все разные пласты жизни. Разные микроорганизмы по-разному перерабатывают все эти банановые шкурки. По-разному ведут себя в грунте. И поэтому то, что приемлемо для одной температуры, для другой температуры абсолютно губительно. То есть, 19 это прохладно. В этой температуре всякие натуральные болтушки, бродилки, они не будут бродить, они будут гнить. Поэтому вот эти вещи нужно тоже обязательно учитывать. Я это недопонимала. Поэтому зимой я буду использовать только минеральное удобрение. Органика вообще для луковичных опасная штука. Летом я все равно вот с розами, с другими какими-то цветами органику буду использовать. Но вопрос какую, я буду стараться разобраться, что безопасно. Вот. А зимой я прихожу к выводу, все мои страшилки по поводу химии, это преувеличение. Вот это вот случайно купленное удобрение, оно меня настолько удивляет простотой применения и результатом, который я получаю. И никаких волнений, потому что с вот этой банановой настойкой я очень переживаю, чем это закончится. У меня 19 градусов. Повторюсь, было бы 25, 23, совершенно другие бы процессы в почве происходили. Даже 21. Поэтому температуру нужно учитывать обязательно и какие-то выводы для себя делать, какую-то позицию принимать. Я больше... Продолжение следует...